Вещи способны обижаться. Бойтесь лишних вещей. Если вы мало уделяете внимание собственным вещам, они могут на вас обидеться. В чем проявляется их обида? Возможно, вы даже заболеете. Но что будет непременно, так это тяжесть психики и депрессии. Почему? Потому что вас обвиняют, справедливо обвиняют в неуважительном отношении к своим собственным вещам. За неуважение к телу вы платите нездоровьем и болезнями. За неуважение к вещам вы платите потерями и, возможно, последующей бедностью. Спешите освободиться от ненужных вещей. Выбросить? Ни в коем случае. То, в чем не нуждаетесь теперь вы, может быть необходимым кому-либо из ваших знакомых. Подумайте, повспоминайте и подарите то, что уже не нужно вам, тому, кому эта вещь необходима, кто испытывает в ней недостаток. А если вещь уже не нужна никому? Еще сильнее подумать и найти ей применение. Вы малер? Не выбрасывайте старой одежды. Она прекрасно послужит творчеству, вытирая кисточки и ваши руки от краски. Если у вас автомобиль, то та же старая одежда послужит и ему, вытирая замасленные детали. Но как быть, когда вещи просто нет, просто нет никакого применения? Ее хоронят. Да-да, хоронят. Все, что вам уже не нужно и не нужно никому из ваших знакомых, вынесите куда-либо и закопайте. Земля найдет применение. Только ради бога не спешите безгриво выбросить в мусор, особенно то, что имеет память. Старые фотографии, письма, одежда, посуда – все это способно сильно помнить. Потому и требует только захоронения или сожжения. Или в крайнем случае завязать особым узлом в мусорный мешок и уважительно положить в мусорный ящик. Хороня вещь, вы забираете часть своей души обратно к себе, тем восполняя свою целостность и освобождая субстанцию вещи от своей зависимости. Отпустите грехи, просят, умоляют священников, мирающие. Случайно ли? Нет, не случайно. Отпустите, говорят вам вещи. Когда вы забываете о них или брезгливо выбрасываете. Выбросив в мусор память, мы тем самым опустошаем себя, лишаемся части души и гнием вместе с тем, что выбросили в мусор. Помните об этом, помните это и не спешите бездумно выбрасывать. Заберите душу свою обратно, отпустите вещь в мир иной. Помните, твоя вещь всегда носит часть твоей души. Дарите или хороните то, что вам уже не нужно. Так вы сохраните полноту свою и не будете гнить. Ты есть то. Дедушка, вы все считаете живым и советуете ко всему относиться так, как относимся мы, люди, друг к другу. Нет ли в этом унижения части человека? Человек ведь венец творения. Все в мире равнозначно. Ты и я ничуть не лучше того червя, что сидит в яблоке, который ты сейчас разрезал. В часовом механизме нет лишних шестеренок. Так же, как и в большом мире, нет маленьких и нет больших значимостей. Значимости придуманы нами. Мы, мы сами возводим одно к большому, другое к малому, брезгуем. Но все сущее носит в себе часть общего, часть ноосферы. Сумеем ли мы брезговать частью единого в душе сущности? Что такое сущность? Сущность – это то, что имеет крест, вихрь. Любое плотное тело, любая форма и даже любая энергия, ветер, свечение – все это сущности. Все имеет свой центр, и этот центр все объединяет. А вокруг центра – вихрь, вихревое движение, свастика. Неважно, правое или левое. И это движение, эта свастика, этот крест и делает нас едиными в Боге. Частью Бога, частью единого мироздания. Потому, мой друг, я и советую тебе относиться ко всему так же искренне и справедливо, как к своей матери и отцу. Ты сам тоже вихрь. Мы способны беседовать с любой сущностью, Будь то великая гора или маленький родник, Гром и молния или муравейник, Ветерок или пчела, Дерево или камень. Знай, мой друг, что голос твой всегда слышим, И не только голос гортани твоей, Но и голос сердца, и речь разума. Мир все знает о тебе. Ты открыт. Был, есть и будешь. Мы не можем спрятаться. Даже если мы пытаемся это сделать, То этим только наживаем себе врагов во внешнем мире, А значит, удаляемся сами от себя. Искренность – самый ценный наш подвиг. Искренность открывает нас миру, И мир в ответ открывается нам. В искренности дух бессмертия и могущества. Ремесло требует количества, Мастерство стремится к качеству. Думаю, ремесленник уже успел обидеться на нашего дедушку, Но не спешите. Ремесло не хуже мастерства. Ремесло – это необходимый фундамент мастерства. Добротной постройке нужен добротный фундамент. Да, друг мой, ремесленник – это будущий мастер. Каждый ли ремесленник становится мастером? Не каждое посеянное зерно в земле прорастает, Как и не каждое дерево дает дозрелый плод. Для того, чтобы ремесленник стал мастером, Необходимо творить сущность, А не копировать массы форм. Забота о качестве своего творения, О его полноте и отличает мастера от ремесленника. Цель последнего – Большее количество добротных форм для многих заказчиков. Мастер же делает одно, единое, Но всей силой от всего сердца. Искренне. Ремесленник повторяется в работе. Мастеру не свойственно повторение. Теперь понимаешь? Начинаю понимать. В таком случае, думается мне, Усталость ремесленника делать одно и то же, Рано или поздно подводит его к созданию единого завершенного. Да, именно так жизнь и трансформирует ремесленника в мастера. Через усталость и сознание, суеты, однообразие и штампа. Томление по живому созданию побеждает мертвое копирование. Мертвое копирование? Я один – значит сила вся во мне. Фотографирование и размножение фотографий Расчленяет мою душу на множество малых кусочков И этим ослабляется моя целостность, сила души и духа. Копия всегда ведь мертвит оригинал. Помни, копия – мертвит оригинал. Вы не хотите фотографироваться именно по этой причине? Так говорит мне мое сердце. Я предпочитаю единый слайд, но не фотографии. Не фотографии. Они ослабляют человека. Но не уподобляйся мне, мой друг. Будь самим собой. Мало ли чего наплетет тебе язык старого деда. Живи так, как говорит тебе твое сердце. И на исследуй. Исследуй жизнь. Сегодня мы рассмотрели закон перехода количества в качество. Учись видеть законы в текущей жизни. Ремесленник, клепая копии, Рано или поздно согрешит и облениться. Лень жить в цикле, стремление вырваться из цикла, пробудиться от сна, желание сына уйти блудить. Чтобы потом снова возвратиться? Да, возвратиться, но другим. Подразмеренный шум мы усыпаем. Так же и ремесленник начинает засыпать и фантазии ума своего. Потому внутренняя сила и требует ухода от напора гипноза. Почему лень? Вы сказали, лень жить в цикле. Как понять? Чтобы лепить горшки, нужно не спать. Монотонность работы усыпляет. Лень прячется в нежелании постоянно самопросыпаться. Делая единое, новое, не уснешь. Ибо неизвестная тропа всегда требует внимания, друг мой. Есть сила и впечатление. Именно впечатление. Будет ли дело благословлено? Мастер выполнил свою работу. Мастер уходит. Работа остается. Будет ли она верно служить новому хозяину? Я думаю, что работа мастера всегда будет хорошо себя проявлять. Разве это не так? Работа всегда ревнива. Ее дальнейшая доля зависит от того, благословлена она или нет. Кто ее благословляет? Мастер? Не только. Я бы сказал, взаимоотношения мастера и заказчика. Если мастер доволен заказчиком, то работа благословляется. А если недоволен? Такой дом, даже и хорошо, казалось бы, сделанный, рухнет со временем или просто принесет беды и тягости нерадивому заказчику. Почему это происходит, дедушка? Мастер искренне выполнил свою работу. И она его за это полюбила. Заказчик плохо отнесся к мастеру, обманул его или плохо о нем заботился, мешал, имел хитрые мысли. Работа обиделась. А то и разозлилась на такого человека и за это будет мстить. Но месть это же плохое качество. Справедливое, друг мой, справедливое. Око за око. Что посеешь, то и пожнешь. Мир справедлив. Вы часто говорите о справедливости мира. Но и мастер тоже пострадает, когда его работа будет в несчастье новому хозяину. Верно мыслишь. Потому и сказал, что мир справедлив. Мастер наказан за то, что не сумел построить разумных отношений с заказчиком. Развалив свою работу и принеся несчастье всем. И себе, и заказчике работе. Подобное тянется к подобному. Ошибки делаются для того, чтобы на них учиться и их не повторять. Осознав ошибку и отработав ее потом и кровью, мы поднимаемся на одну ступеньку выше самих себя. И в этом тоже справедливость. Без преград нет преодолений. Не преодолевая, не набираешь сил для роста. И часто такое бывает. Часто ли заказчик обманывает мастера? Я думаю, часто. Потому мастер имеет шанс развиваться, что мир требователем к нему и учит смирению. Обида мастера на заказчика препятствует благословению выполненной работы. Помни это, друг мой. Обида, которую нужно изжить из себя навсегда. Мастер не должен обижаться ни на невнимательность нему заказчика, ни на недостаточную оплату, ни на тяжесть своей участи. Настоящая ведь плата мастеру – это свобода творчества и удовлетворение личной причастностью к великому творению жизни. Продолжение следует...